МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Закулисье главной пресс-конференции года. Как журналисты со всей страны готовились к встрече с Владимиром Путиным? Жизнь на селе. Чем определяется социальное самочувствие Батревского района? Праздник к нам приходит, как отметят Новый год в столице Чувашии. В стране продолжают обсуждать пресс-конференцию Владимира Путина. Президент успел обозначить свою позицию по всем происходящим в мире событиям и даже рассказать о личной жизни. В этом году на ежегодную встречу с российским лидером было приглашено более 1200 человек. В список аккредитованных журналистов попал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Ему удалось узнать, как организовывают главную пресс-конференцию года и на что готовы пойти корреспонденты ради того, чтобы задать свой вопрос. За три часа до начала пресс-конференции фойе Центра международной торговли заполняется до отказа. Тем, кто сюда приезжает уже не первый год, хорошо известно, как обратить на себя внимание президента. Фантазия журналистов не иссякает. Кто-то облачается в национальные костюмы, кто-то приносит с собой флаги, растяжки и рисует яркие плакаты. Плакат изображает третий мост через Обь, который совсем недавно был введен в эксплуатацию нашим президентом. Он приезжал на открытие, разрезал ленточку. В связи с этим надеемся, что он еще не забыл это событие, что это, возможно, привлечет его внимание. Он захочет выслушать вопрос. Креативные журналисты здесь на расхват. Именно они становятся главными героями теленовостей. Корреспондентка из Челябинской области буквально за час успела дать более 20 интервью. Девушке было сложно остаться незамеченной. В руках необычный плакат с рисунком трактора-танка, а на голове шлем танкиста. Мария Панюшина подготовила президенту вопрос о будущем заводов, которые сейчас вынуждены сокращать объемы выпуска бульдозеров. Мы будем спрашивать про заводы, которые были известны в военные годы, специализировались на производстве танков, военных машин, а сейчас не могут переориентироваться на производство гражданской техники. Мы хотим узнать, можно ли для этих предприятий создать какие-то условия более выгодные, для того, чтобы они были конкурентоспособными, и будет ли какая-то господдержка, может быть. Многие полагают, что у корреспондентов, которые приезжают из регионов, шансы задать вопросы Владимиру Путину сводятся к нулю. Именно поэтому журналисты пытаются выделиться из толпы. В прошлом году я участвовал. Как стало у вас приезжать? Нет, я приехал первый раз, я, собственно, не знал, как все это происходит. Я, честно говоря, никогда не видел столько телекамер, фотоаппаратов, журналистов в одном месте. Я приехал, ну, просто посмотреть даже хотя бы. Уже было хорошо, что я просто здесь побывал. Вот исходя по опыту прошлого года, я посмотрел, как вот люди привлекают внимание. И вот, ну, как бы, родилась идея сделать такую вот майку. Но креативные плакаты, флаги и головные уборы журналистам пришлось оставить в фойе. Проносить с собой в зал запретили габаритные сумки и даже напитки. Вообще на пресс-конференции о Владимире Путина всегда устанавливают строгие правила. К примеру, журналисты занимают свои места в зале уже за час до ее начала. Пишущие братья проходят обязательный инструктаж. Задавать вопросы строго в микрофон, не перебывать друг друга и не создавать помех телевизионной трансляции. Но предугадать, как пройдет ежегодная вот уже десятая по счету встреча Путина с прессой невозможно. Здесь все зависит только от желания российского лидера. И, конечно же, никто не предполагал, что юбилейная пресс-конференция задержится на 15 минут. Владимир Путин, зайдя в зал, поспешил извиниться. Дальше все пошло по плану. Сначала российский лидер подвел итоги этого года и сразу затронул тему, которая сейчас волнует каждого. Падение рубля, повышение курса иностранной валюты. Догадываясь о том, что многие вопросы журналисты посвятят мировой экономике, Путин пошутил, что встречу можно завершать. Но если у вас будут наводящие вопросы, я постараюсь на них ответить. Итак, конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего. Но исходим из того, что нам многое не сделано из того, что мы планировали сделать и говорили о том, что мы должны сделать по диверсификации нашей экономики в течение практически предыдущих 20 лет. И выход из сегодняшней ситуации неизбежен. Как минимум по двум причинам. Во-первых, рост мировой экономики будет сохраняться. Темпы снижаются, но рост точно будет сохраняться. Экономика будет расти. Вопросы, которые представители СМИ задают президенту, заранее никто не проверяет. Причем на протяжении встречи Владимир Путин зачастую сам приглашал к микрофонам журналистов. Был готов российский лидер и критики его работы. Предсказуемо, что на пресс-конференции была поднята тема украинского кризиса. Надеюсь, что нам удастся в ходе диалога, а мы готовы выступать здесь как посредники, выйти все-таки на прямой именно политический диалог и этими способами и этими политическими инструментами урегулировать ситуацию. Условно пресс-конференцию можно было поделить на два блока. Сначала свои вопросы задают журналисты кремлевского пола, а затем те, кто приехал из других регионов. Поддержка агрария в продвижении на рынок местных продуктов задавали вопросы и о личной жизни президента. У меня один приятель мой из Европы, такой большой начальник, он мне как-то недавно говорит, ну после вот этих событий прошлого года, он говорит, слушай, у тебя есть любовь? Я говорю, в каком смысле? Ну ты любишь кого-нибудь? Я говорю, ну да. А тебя кто-нибудь любит? Я говорю, да. Он, наверное, решил, что я зверил совсем. Он говорит, ну слава богу, вот так водочкой махнул. Все в порядке, не беспокойтесь. Накануне журналисты гадали, сколько продлится эта встреча. В результате она завершилась спустя три часа. За это время президенту задали 38 вопросов. Медрик Ковалев, Ироссель Мухаммедов. Республика. Из Москвы. Как добиться, чтобы лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» не только выучила, но и прочувствовала подрастающие поколения россиян? Как службу в армии сделать престижной? Вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи обсудили на заседании Совета Приволжского федерального округа в Казани. В столицу Татарстана приехали представители Министерства обороны, внутренних дел, спорта страны, МЧС России и других ведомств, а также руководители субъектов округа. Вместе с главой Чувашии в Казань отправилась и наша съемочная группа. С места событий Ольга Пырочкина. Заседание Совета округа проходило в городской ратуши. Началась она с хорошей новости, Полпред сообщил. В ближайшее время в округе появится еще одно образовательное учреждение. Накануне Владимир Путин подписал указ об учреждении Пермского военного суворовского училища. Первых 240 суворовцев училище примет уже 1 сентября 2015 года. По анализам специалистов, сейчас в стране всего 22% молодежи вовлечены в систему патриотического воспитания. В нашем федеральном округе вдвое больше. Это лучший показатель по России. Михаил Бабич отметил, расслабляться не стоит. Если мы не будем работать с молодежью, значит какие-то другие силы будут с ней работать. К примеру, те, что привели к гражданской войне Украину. Подробнее о том, как обстоят дела в Чувашии, какие идеи в сфере воспитания молодежи предлагают наши соседи по округу, в нашем эфире в понедельник. Ольга Поречкина, Андрей Спиридонов для программы «Республика из Казани». Сегодня парламентарии собрались на очередную 26-ю сессию Госсовета Чувашской Республики. Еще в начале заседания депутаты приняли корректировки республиканского бюджета текущего года. Согласно документу, бюджет Чувашии на 2014 год увеличивается по доходам на 500 миллионов рублей. Дополнительные средства пойдут на обеспечение сбалансированности бюджетов, на поддержку агропромышленного комплекса, субъектов малого и среднего предпринимательства. Бюджет был лишь одним из более чем 30 вопросов повестки дня. Парламентарии внесли изменения в ряд действующих законов, в том числе и в закон о местном самоуправлении. Хотя в обновленном виде он еще не успел себя проявить. Речь идет о выборах глав муниципалитетов. В отношениях городов ничего не поменялось. Коррективы коснулись районов республики. В адрес Госсовета поступило много обращений из муниципальных районов. На основании данных обращений была составлена поправка, которая вошла в таблицу поправок для принятия. Суть ее такова. Порядок избраний главы муниципального района определяется уставом муниципального района. Сейчас районные депутаты должны сами решить, выбирать ли главу муниципалитета на прямых выборах или из состава депутатского корпуса и записать это в уставе. О других новациях. На муниципальных выборах в Чувашии не будет графы против всех. Кроме того, вводится процедура досрочного голосования в помещениях участковых избирательных комиссий и отменяется система открепительных удостоверений. Уточняется порядок выдвижения избирательным объединением списка кандидатов в депутаты. На сессии был рассмотрен и ряд кадровых вопросов. Сложила свои полномочия депутата известная спортсменка Ирина Калентьева. Также парламентарии большинством голосов удовлетворили просьбу Анатолия Князева о сложении полномочий вице-спикера парламента. И председателя комитета госсовета Чувашии по бюджету, финансам и налогам. На этом посту его сменил Игорь Кушев. Кто из четырех председателей комитетов станет вице-спикером, решится в ближайшее время. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Евгений Анисимов. Республика. Невостребованные земельные доли и предоставление земельных участков многодетным семьям. Правительственная комиссия обсудила сегодня эффективность управления государственным имуществом республики. Около 44% земель республики выделены сегодня в счет земельных долей. С конца прошлого года их площадь увеличилась на 5%. Наибольшее количество выделенных земельных долей сохраняется в Комсомольском, Яльчикском и Алатарском районах. Проблема возникла на ровном месте. Оказалось, что земли есть, а собственников у них нет. Такие земли считаются невостребованными. По состоянию на 1 января 2014 года, общее количество земельных долей, признанных невостребованными, в Чувашской республике составляет 122 347. Их общая площадь 243 тысячи грамм. С учетом сведений указанного доклада в Приволжском федеральном округе, Чувашская республика по числу невостребованных долей занимает первая позиция. Наибольшее количество невостребованных земельных участков в Морпосадском, Козловском, Аликовском и Красночитайском районах. Иван Моторин поручил главам как можно скорее определиться со статусом этих земель и пустить их в дело, а мин имущество держать вопрос на постоянном контроле. На заседании обсудили предоставление многодетным семьям земельных участков. За три года 2823 семьи, в которых воспитывается три и более ребенка, получили землю под строительство или под приусадебное хозяйство. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика. Социальное самочувствие села определяется многими факторами. Есть ли работа в районе, развивается ли малый бизнес, как обстоят дела в медицинской и образовательной сферах, насколько налажена инфраструктура. Об этом и многом другом говорили на встрече средств массовой информации с главой администрации Батревского района. Глава администрации Николай Глухов рассказал журналистам, как развивается район в последние годы. За каждой цифрой большая серьезная работа муниципалитета, различных ведомств, предпринимательского сообщества по созданию нормального делового климата. Объем сельскохозпродукции в этом году у нас значительно выросло. Это хорошие показатели. Практически мы удвоили производство зерна. Накопано у нас почти 25 тысяч тонн картофеля. Также мы убрали 2000 тонн овощей, около 12 тысяч тонн сахарной свеклы и 2000 тонн лук-силок. Батревский район славится хорошими землями. Здесь не найдешь и кусочка необработанной земли. Здесь строятся дороги, жилые дома, школы и детские сады. Чтобы не быть голословным, глава района показал журналистам все ключевые объекты последнего времени. Татарско-Сугутская средняя школа, детский сад «Сказка». Социальная сфера развивается в районе активными темпами. Школа построена с учетом современных стандартов образования. Новый пищеблок, отличный спортзал, богатая библиотека на трех языках. Только учись. Детский сад ошеломил своим многоголосьем. Такого количества детей давно никто не видел. А в начале следующего года в райцентре будет сдан многоквартирный дом. Социальную сферу трудно было бы поддерживать, если бы в районе не развивался реальный сектор экономики. Два брата Хлебниковых создали в Батрево мебельное и металлическое производство. За их банными печатями выстраивается очередь. Сельскохозяйственный кооператив «Красное знамя» имеет такой логистический комплекс, что городским впору позавидовать. А кооператив «Корма» фермерское хозяйство Евгения Мартышкина обеспечивает батревцев разнообразной плодовощной продукцией – хлебными и кондитерскими изделиями. Такое многофункциональное производство в отдельном взятом районе способно удовлетворить даже самого взыскательного потребителя. Руководство муниципалитета уже составило перспективный план на будущий 2015 год, отдав приоритет выполнению социальных обязательств. В этом году малыми предприятиями произведено продукцию на сумму 41 миллионов рублей, что выше уровня прошлого года на 8%. Малый и средний бизнес у нас охватывает отрасли экономики. Это сельское хозяйство, торговля, общественное питание, строительство, обрабатывающего производства. Это оказание услуг населения. В основном у нас занимается сфера торговли и общественного питания. Это занято 36% населения, в сельском хозяйстве 35%. Этим занимается строительство 13%, в обрабатывающем производстве 11% и в прочих отраслях 5% наших предпринимателей. Об итогах уходящего года и планах на предстоящий говорили на встрече Алексея Ладокова с жителями Калининского района. Интерактивная беседа состоялась в рамках проекта «Открытый город». Участники встречи не только задавали вопросы и высказывали предложения, но и обращались к главе столичной администрации за советами. Уходящий год, несмотря на сложности, стал продуктивным во всех сферах, подчеркнул Алексей Ладоков. Сегодня в Чебоксарах реализуются 12 муниципальных программ. Доходы городского бюджета в текущем году увеличились на 30%. Более 60% городского бюджета направлены на развитие социальной сферы. Ведущее место в экономике занимает промышленный комплекс, его доля составляет около 44%. Объем инвестиций в основной капитал за январь и октябрь 2014 года составил 11 миллиардов рублей. За январь-ноябрь текущего года бюджет поступил доходов в сумму 7,3 миллиарда рублей. Рассказал глава столичной администрации и о планах на будущее. В 2015 году планируется отремонтировать 408 домов. Кроме того, будет построен проспект Айги и двухуровневая транспортная развязка. За счет строительства, реконструкции и создания новых групп в детских садах города появится 1245 мест. Многие из пришедших на встречу воспользовались возможностью и задали главе администрации города свои вопросы. У нас три дома 16-этажных, две площадки детских и одна спортивная баскетбольная благоустроенная площадка. И сейчас мы недавно узнали, были публичные слушания, что оказывается мы не владеем вот этой нашей спортивной баскетбольной благоустроенной площадкой. Мы бы хотели сохранить нашу баскетбольную площадку. Глава администрации города пообещал жильцам комплекса «Аврора» решить сложившуюся проблему в короткие сроки. Дети не должны страдать от действий недобросовестного застройщика, подчеркнул Алексей Ладыков. Жители Калининского района жаловались на отсутствие подземных переходов и парковок. Пришли на встречу и жильцы дома номер 9 по улице Петрова. Алексей Ладыков не только ответил на их вопросы, но и предложил после встречи подойти к нему, чтобы обсудить проблему более предметно. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. ВЧК, ГПУ, МГБ, КГБ, ФСК. Каких только аббревиатур не было в истории государственной безопасности. Однако задача остается прежней – защищать интересы страны. Умение адекватно реагировать на любую внештатную ситуацию, слаженные взаимодействия и другие профессиональные навыки достигаются путем постоянных тренировок. Команда, штабные учения различного масштаба проводятся в республике регулярно. И всегда сотрудники у ФСБ получают высокую оценку. Сегодня бойцов и офицеров невидимого фронта поздравил председатель правительства Чуваш Иван Маторин. Ваша работа благородна, ответственна и многогранна. Проблемы внешне, они всегда всем видны. Но, что самое главное, вы зачастую решаете внутренние проблемы государства. Это и терроризм, это и экстремизм, борьба с коррупцией и много других важных моментов для устойчивого развития государства, сохранения государственности Российской Федерации. Поэтому хочу пожелать вам работы хорошей, хочу пожелать семейного благополучия, чтобы ваш труд всегда был на пользу Российской Федерации. С праздником! За успехи, достигнутые в оперативно-служебной деятельности, Иван Маторин наградил особо отличившихся сотрудников у ФСБ. Новогодние праздники ждут все, ведь это время чудесного и, конечно, долгожданного отдыха. Однако для сотрудников МЧС это период повышенной боевой готовности из-за череды мелких возгораний и крупных пожаров. Именно о вопросах пожарной безопасности решили поговорить спасатели с членами Союза садоводов России. Этим людям не страшны ни скачки рубля, ни жесткие санкции. Все, что посадит садовод, вырастет независимо от экономической ситуации. Сейчас сады и дачи для кого-то стали местом отдыха, но для многих это способ экономии семейного бюджета. Тем более обидно, когда на даче случается пожар. За последние пять лет более 340 возгораний зарегистрированы в садоводческих товариществах Чувашии. В них погибло 20 человек. Перед Новым годом сотрудники МЧС Чувашии обсудили вопросы профилактики с активом садоводов. Кстати, именно в новогодний период количество пожаров возрастает в два раза. Гибель людей в три. Сотрудники МЧС Чувашии просят быть особенно внимательными в это время. Накануне в Новочебоксарске чествовали продавца, которая помогла задержать подозреваемых в сбытии фальшивых денег. Благодаря бдительности горожанки полицейским удалось задержать целую группу злоумышленников. На работе. В конце ноября в одном из торговых центров по улице Винокурова в Новочебоксарске злоумышленники попытались расплатиться поддельной пятитысячной купюрой. Купюру я посмотрела. Сразу она очень гладкая мне показалась. Я говорю, я не могу взять такую купюру. Я им обратно отдала, чего я не должна была, конечно, делать. После этого Елена Васильевна посмотрела, куда направились покупатели и сообщила их приметы в полицию. И благодаря данному звонку нам удалось организовать поиск преступников по Горячинской дам. И в результате нами были задержаны группы преступников. Двое из них они выходцы из республики Азербайджан, ранее недоставленные, и одна жительница Чебоксарской республики. Впоследствии в ходе обысков полицейские изъяли у них более ста пятитысячных купюр с признаками подделки. Установлена причастность злоумышленников к сбыту фальшивых денег на территории Чебоксар и Новочебоксарска. Почетный гражданин Чебоксар Николай Гаврилов в очередной раз посетил родную Чувашию. Вот уже десятый год подряд, благодаря ему, здесь проходит всероссийский турнир по вольной борьбе, который в этом году собрал более 250 атлетов из 15 регионов страны. Каким стал итог соревнований для спортсменов республики, узнавала наша съемочная группа. Зал Новочебоксарской спортшколы вновь принял крупные соревнования по вольной борьбе, но на этот раз уже среди мужчин. В течение двух дней спортсмены разыграли 19 комплектов наград. Посмотреть на финальные бои пришли не только близкие спортсменов, но и глава Чувашии Михаил Игнатьев, чемпион и призера Олимпийских игр и Герои России. Я очень рад, что уже 10 лет с разных уголков нашей страны, к Чувашию, приезжают лучшие спортсмены-борцы. Практически каждый приехавший сюда спортсмен – это кандидат в мастера спорта, потому что по решению резидемого Федерации спортивной борьбы России турнир является мастерским. Его очень сильно борцы уважают, Николай Федорович. Все олимпийские чемпионы вольной, классической борьбы его очень сильно уважают, и поэтому каждый год сюда приезжают олимпийские чемпионы. И дети вот этих всех олимпийских чемпионов видеть – это… Я сам мечтал, когда боролся, кого-нибудь увидеть, поздороваться. Турнир завершился рядом побед для борцов из Чувашии. В одном из финальных поединков до 61 килограмма на ковре встретились хозяева соревнований. И в ходе борьбы золото удалось отстоять борцу в красном – Вячеславу Иванову. Я, конечно, ожидал. Это была, как сказать, моя мечта. Я второй раз борюсь здесь на этом турнире. То есть я по юношам боролся, выигрывал. А по мужчинам первый раз я выступил, проиграл, третий только стал. Вот была мечта выиграть. Я ее осуществил. Многим известный Даурен Куруглиев также занял высшую ступень пьедестала. Всего на счету принимающей стороны 23 награды разного достоинства. Это позволило нашим спортсменам стать лучшими на турнире. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут и взрослые, и дети. У россиян он ассоциируется с нарядной елкой, подарками и бенгальскими огнями. А как готовиться к празднику у столицы Чувашии? Вы сняла Юлия Важенина. Новый год – это сказка, в которую верят даже взрослые. Практика проведения городских мероприятий в последние годы изменилась. И сегодня чебоксарцы из простых зрителей становятся активными участниками и авторами творческих проектов. Ведь Новый год – это уникальная возможность проявить себя и реализовать свои идеи. Несмотря на то, что на первый взгляд есть отсутствие снега, то новогоднее настроение, которое сегодня должно появиться в душе каждого горожанина, мы приложили все усилия для того, чтобы вот этот волшебный момент, когда в воздухе появляются, прямо ты начинаешь чувствовать, вот-вот Новый год на подходе, ты можешь загадать желания. Мне кажется, даже взрослые наши чебоксарцы, каждый верит в чудо, не говоря уже о ребятишках. В этом году мы подошли концептуально. И с удовольствием хочется пригласить наших горожан на основные мероприятия, в наши новые места, которые засверкали яркими красками, новыми световыми фигурами. Ну и сами мероприятия. Вот сейчас мы с вами находимся на площади Республики и видим замечательный новогодний бульвар, который распахнет свои двери 20 декабря в 16.00. Подарки, игрушки и угощения для праздничного стола. Все это можно будет приобрести на новогоднем бульваре. Возможно, он вслед за творческим и спортивным станет еще одной доброй традицией, которая приживется в городе. Щелкунчик, Мышиный король и Маша, главные герои всеми любимой сказки, будут встречать нас прямо здесь, у огромной елки на площади Республики. Кстати, и сама виновница торжества в этом году засверкала новыми огнями и вот такими разноцветными сосульками. Маленькие горожане уже вовсю строчат письма великому волшебнику Деду Морозу. Целая армия помощников создана при городских библиотеках. Самые интересные письма будут отмечены призами. Также выберут маленьких принца и принцессу. Их наградят 27 декабря на Красной площади. Будет проходить как конкурс и костюмы, в том числе и конкурс Снегурочка, и путешествия в страны, в Италию. Это тоже тот самый, ну мне кажется, хороший причин для того, чтобы вдохновиться Новым годом, впасть в такой замечательный образ Снегурочки и быть достойной помощницей нашему главному Деду Морозу. 27 декабря мы приглашаем всех наших горожан принять участие в нашем всенашистве, принять участие в новогоднем бульваре и в концертных мероприятиях, в хорошей праздничной программе, которая состоится на Красной площади. Ну а в ночь 31 на 1, конечно, Красная площадь будет ждать. Конечно, это поздравления первых лиц Российской Федерации, Чувашской Республики. Это хорошая концертная программа. И мы приглашаем всех вместе встретить 2015 год, который, безусловно, будет удачным, счастливым. И дай Бог, чтобы исполнились все мечты наших горожан. Также в Чебоксарах появились новые светодиодные персонажи, музыкальные снеговики, парящие в небе олени и объемные символы наступающего года. А дороги города украсили ярко-синие, зеленые и желтые огоньки. Они ведут сюда, в самый центр столицы Чувашии, на Красную площадь. Все это вроде бы мелочи, лишь детские игрушки. Но стоит только приглядеться, и что-то приятное вспоминается. Кстати, своим появлением новогодние огни обязаны Петру Великому. Именно первый российский император распорядился праздновать Новый год еще в далеком 1700 году. И именно Петр привил россиянам любовь к ярким огням и шумным фейерверкам. И сейчас мы видим по всему городу километры проводов, тонны металлоконструкций и миллионы лампочек. В общем, Чувашия к Новому году готова. Юлия Уваженина, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Николай Яковлев, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До свидания и удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова